Продолжение следует... 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 И очень часто, когда мы после литургии по обучившему служили молебенку, потом в кратку литью, очень часто сразу же по окончании литургии многие разворачиваются и уходят. И это наблюдается постоянно. Так вот, ради тех, что уходят, ради тех, что спешат литургии, мы теперь будем немножко по-другому слушать. После литургии я сразу даю крест. Все, кто заказывает молебенку, кто желает на молебенке, на панихиде, на тревать, на все остальное, пожалуйста, могут ждать. После литургии уже занесите молебенку и все остальное. А сразу по окончании литургии будем давать крест. И кто желает, пожалуйста, продолжите крест. Уже могут перестать домой. Третье. Воскресение после Пасхи. Церковь вспоминает память святых Иероносиц. Память праведного Иосифа, праведного Никодима и тех женщин, которые были всегда рядом с крестом, которые, в общем-то, внешне, казалось бы, в тени остались, но они, оказывается, совершили очень великий подвиг. И за это они были удостоены видения воскресения Христова. Если правильно представить тот период времени, то время было очень страшное. Дело в том, что еще за 500 лет до пришествия Христова еврейский народ уже обозлился на 300. Слово «Израиль» переводится в еврейство «борющийся с Богом», «богоборец». Это имя дал ему сам Бог. Потому что этот народ, он не столько к Богу тяготел, только к дьяволу, он к Богу, противился Богу. Апостол Павел, будучи сам выкатцем из этого народа, называет их упрямыми, называет их твердовыдами, то есть твердошеями, твердолобами даже. Именно за их «богоборческое настроение», за то, что противится воле Божией. Так вот, за 500 лет до Христа они уже начали в открытую сопротивляться святой воле Божией и начали в открытую сопротивляться будущему, пришествию Христову. И дошли до того, что стали уже за 500 лет до Христа исправлять Библию в те места, где говорилось о пришествии Христа Спасителя. Потому что им хотелось, чтобы Он им дал совершенно другое, не то, о чем Бог говорил в Священном Писании, а другого они от Него хотели, другого требовали и другого ждали. Хотя Бог конкретно сказал, для чего Он придет в мир. А они от Него требовали своего. И зная то, что Бог им даст не то, что они хотят, а то, что нужно для спасения человечества, они особо Ему и сугубо воспротивились. И когда пришел Господь на землю, вся его жизнь была, это преодоление этого сопротивления. Начиная с Его Рождества, вспомним о том, что Ирод убил большое количество детей. Причем, чтобы был наверняка от двух лет и меньше. Чтобы наверняка было, чтобы и Он погиб. Спасите. Если мы читали Евангелие или внимательно слушаем в храме, то постоянно слышим, как подошел к Спасителю человек, искушая его. Как книжники и фарисеи искушали. То есть, что такое искушали? Задавали провокационные вопросы. Причем, вопросы евреи умеют ставить. И так ответишь плохо, и так плохо. И Господь отвечал им мудростью Божией. Так что они всегда были посраблены. Мало того, в Евангелии нам сказано, сколько раз хотели Господа убить. Сколько раз это было. Но Господь, поскольку еще не пришло время, оставался невредим. То Он прошел через их, они не увидели, то Он вдруг сделался невидимым и так далее. До именно того часа, когда Господь должен был свершить искупление на кресте. Предварительно свершив искупление в муках совести за наши грехи в Гефсиманском саду. Так вот, учитывая эту злобу, эту ожесточенность, не всех, но большей части, причем более образованной части еврейского народа против Христа Спасителя. Учитывая это, то нам становится понятным подвиг апостолов, которые еще не понимали до конца, что это перед ними Спаситель, потому что не сразу они это смогли осознать. Они и понимали, и не понимали. Что говорил Филипп Нафанайзу? Нашел Спасителя, нашел Мессию, о котором говорят Моисей и пророки. И тут же, спустя какое-то время, когда Господь спрашивает, за кого вы меня считаете? Кто говорит, за Иоанна Крестителя? Кто говорил, за Илью? Кто говорил, за пророка или одного из пророков? То есть еще не укладывалось в умах человеческих, что это Сын Божий. Господь им говорил неоднократно, говорил о себе. И даже когда он умер и воскрес, и то многие не могли понять. И мы знаем, что Лука и Клёпа шли в Маус и недоумевали в сердцах своих. И когда к ним подошел воскресший Господь и говорил, что смущаетесь? Почему сердца ваши смущены? Они говорят, вот был человек, сильный пред Богом, словом и делом. От него ждали спасения Израиля. Был человек, сильный, словом и делом перед Богом. Значит, и здесь они еще до конца не понимали. Но они за ним пошли, не боясь ничего. Кроме апостолов, были женщины много. Постоянно. И эти жены мироносец, которые у нас, допустим, Мария Зеведеева. Жена Зеведея, мать апостолов Иоанна Иакова. Она же всегда была с ними. С Господом, то есть. Не с ними, а с Господом. Очень часто мы в Евангелии знаем, что она подходила, ну так сказать, чисто по-матерински, чисто по-женски, не понимая, что она хочет, просила, чтобы в Царстве в Небесном Господь взял одного справа, другой слева от себя. Ну так сказать, ну женский, несколько эгоистично любовь женская сработала к детям, к своим. Она даже не понимала, что просила от Бога. Но дело не в этом сейчас. А о том, что они были с Господом, и они не боялись ничего. Теперь праведный Иосиф и праведный Никодим. Никодим это один из учителей народа еврейского. Один из затаков их религиозных вероучений. И он, имея ум, пришел к Господу, но правда ночью. Боялся, что его могут прицепить репрессии после этого, могут лишить должность и прочее, прочее, прочее. Пришел к Богу и вопрошал Его. Сдавал вопрос. То есть он был умный человек. И он понимал, что что-то здесь не то. Что-то в той идеологии Израиля, которая общепринятая, что-то не то. И поэтому он пришел к Богу, потому что здесь именно было то. Но естественно, надо сопоставить, понять до конца. И Господь вразумил его. Он осознал, понял, что к чему. Понял, что народ заблуждается, что ушел от Бога, не туда пошел. Понял он все это. И с этого самого момента у него любовь к Богу возобладала она страхом перед людьми. У него любовь к Богу стала выше. Боязни потерять карьеру, боязни там лишиться, боязни пострадать за Бога. Он перестал этого бояться. Точно так же Иосиф занимал очень великий пост в Синдрионе. Ну, выражаясь по нашему парламенту. И он не побоялся прийти, пойти к Пилату и просить у Пилата разрешения на погребение Христа. Хотя все испугались, даже апостолы и те разбежались. И те разбежались. Из Христа инициатива была чья? Иосифа. Они с Никодимом это дело оформили наверх в верхах. Потому что все боялись, даже апостолы испугались по-человечески. Женщины, естественно, поскольку они никаких полномочий не имели, никакой политической силы не имели, они по-своему совершили свой подвиг, видя, что Господа хранили в спешке. Там был очень сложный обряд погребения, сложнейший в Израиле. И видя, что не совершен весь обряд до конца, им это противилось, не могли они это принять. Душа их не могла с этим смириться. И они решили тайно ночью докончить обряд погребения. Тоже, с одной стороны, чисто по-женски, идти на кладбище, идти к мертвому ночью, это уже надо думать. С другой стороны, уже в политическом масштабе, зная, что поставлены стража, зная, что весь народ шумел за то, чтобы распять Христа, зная то, что весь народ, что погребали его спешно, даже на зло, может быть, Богу, в спешке даже обряд не закончить, зная, что стоят стражи, и то, что камень там огромнейший, они все равно пошли с надеждой закончить обряд погребения. Им Господь явил свое светлое воскресение. Они сподобились увидеть воскресение Христова. Они первые, кто уже узнали от ангелов, что произошло, что Господь воскрес, первые они об этом узнали. Почему? Потому что они тоже были верными ученицами Господа Бога. И за то, что они, кстати, в отличие от некоторых, не испугались в трудный момент. То есть они боялись, но они не испугались. Они все равно шли против своего страха. И за это Господь сподобил их такой великой чести. И потому Святая Церковь вспоминает их всегда. И поминает их особенно в третий воскресный день Святой Пасхи. Того, что второй воскресный день это упоминается некое неверие апостолов Фомы, в том числе и наш символ и нашего определенного неверия, но потом уверовавшего Фомы. Точно так же, поэтому в третий день вспоминается верность и преданность Спасителю и Святой Церкви, то есть его учению святых жен Мироносецов. С другой стороны, с другой стороны, может быть, не в той степени, может быть, по другому. Естественно, все меняется, все видоизменяется, но отношение к Богу остается одно и то же. Господь говорил, «Меня любили и вас будут любить, меня ненавидели и вас будут ненавидеть, меня слушают и вас будут слушать, меня гонят, гнали и вас будут гнать». отношение остается по сей день она чуть-чуть меняет то так но суть одна и та же одни бога ненавидят другие бога чтут времена меняются то вроде как общая ненависть богу то вот ничего но все равно как бы там ни было даже если и общую любовь богу все равно находится враги которые его ненавидят и естественно они как пытаются на нас давить когда физически когда фиге логически когда просто насмешками и с этим и поставлю сталкиваемся если мы например не боимся погибнуть за бога как часто бывает то очень часто боимся как-то над нами спеют вот и верующий там постишься а чуть-чуть дает да вообще что за глупость такие и вроде серьезным в крупном деле мы не боимся может быть и на раз жизнь вы не боимся отдать оканной подсмеются оказывается боимся значит не во всем и им подобный и оську никодиму мироносица не во всем наш есть у нас определенные слабости значит есть нас определенная измена богу но еще надо учить это что враги крестовый ответные наши враги они хитрые и они свою ненависть выражают не только в этом не только открыто но и скрыто пытаясь нас всяческими путями всевозможными образами просто-напросто отвлечь от бога и заставить поклониться их кавычках святыням это бездравность разврат и так далее так далее так плеть и осуждение гордыня и так далее так далее то есть их греха и вот здесь там и уподавливаются уже далеко не мироносица далеко не оську не никодиму а подавлюсь уже тем которым все равно которые отвернулись трудный момент и разбежались а который вообще смотрели со стороны а что будет дальше интересно я посмотрю это в лучшем случае вот здесь на нас дьявол очень часто и подладывает когда вопрос ставится прямую обе тут проще сказал да и все но когда вроде мы веруем веруем но множество соблазнов нас отвлекает вот здесь то у нас не хватает силы их продолевать то на забот полно то нам опять же телевизор просмотрели допоздна поспать хочется то еще что-нибудь то еще при на причине станет и причина который нас так иначе или не пускает богу или притормаживают нас идти к богу или же приходим мы продали в себя победим то приходим уже с пустой головой естественно пустым сердцем потому что не выспались устали потому что уже никакая молитва в голову не идет просто время отбывает положено от и до но уже без души без молитвы без того сердечного расположения которое должно быть хотя бы в малой степени таким образом мы уподавляемся тем людям которые все равно послушали страх то что там страх был а здесь соблазны ну какая разница что нам предлагается нам предлагается лишь для того чтобы мы не шли за господом а формы меняются то пугают то соблазняют то еще что-нибудь хотя общая суть одна и та же нас не допустить к богу когда поняли наши враги что страхом нас не запугаешь ведь наши государства и в крови топили за веру православную и позорили позже последующий этап и с работы решали